Я тебя снова рад приветствовать в нашем прекрасном месте, в Парке Легенд. Спасибо им большое за то, что нас приютили. Иван Подумный задает такой вопрос. Что не так с атакой авангарда? Играет, забивает, но не так, как могли бы. И что с большинством? Не так, как могли бы. У нас многие клубы играют в нападение. Тренер Федор Леонидович Канарейки. Главный стиль хоккея – это игра печки. Самое главное – отбороняться, а впереди, поскольку есть мастера, одну-две забьют. В обороне есть высококачественный, действительно, вратарь, классный вратарь. А Фурх где-то он подтащит. Команда старается, главное, что сделать – это правильно сыграть в обороне. Больше сделаем объем работы в своей зоне, чтобы не пропустить, не позволить соперника выйти на опасные позиции, где-то почти за Фурхом. Поэтому сил где-то не хватает в нападении. Соботк приехал, все прям так ждали, вот он приехал. Ну, пока не особо сильно он заметен. Рой, Денис Паршин, который, ну, мне вот очень нравится. То есть я с ним еще в ЦСКА играл. Маленький, шустренький, быстренький, но пока, наверное, не играет в полную силу. Потенциал в нападении есть, но потенциал же тоже надо правильно раскрывать. Допустим, я все время просто привожу Быкова. Как его команда, где бы он ни был, играл. Играли. То есть я с ним в ЦСКА был, когда он только пришел, когда сменил Виктора Васильевича Тихонова. И как ЦСКА тот играл, хотя не было ни такого бюджета, не было подбора игроков, но в нападении ЦСКА был в порядке. Все команды его были играющие. Поэтому здесь надо тоже понимать, кто тренер, какие задачи и как команда выстраивает свою игру. Федор Леонидович Канарейкин, тренер сейчас Омского авангарда. Команда больше уделяет время обороте. Поэтому в нападении не все ладится. О Саботке. Будет ли у него мотивация и поможет ли он в команде добиться результата? Будет я генеральным менеджером, я просто или разорвал контракт и взял с него вот эту компенсацию. Потому что вот это вот тащить кота за одно место, я приеду в Омск, я не приеду в Омск, я подпишу с Сонт-Луисом контракт, не подпишу, но это никуда не годится. У него есть контракт, пожалуйста, должен отработать. Это тоже ситуация очень странная. Какая мотивация? Ну, не мотивация одна. В национальной хоккейной лиге он не подписал контракт. Здесь, если он здорово отработает, до 5, до плей-офф, наверное, то он может подписать в конце там контракт с Сонт-Луисом и поехать туда играть. Вот это, наверное, единственная мотивация, которая у него сейчас есть. Потому что, действительно, классный легионер пришел в кондинентальную хоккейную лигу, все здорово. Но вот это вот отношение, постоянная травма в плей-офф, ну, очень удивляет, очень расстраивает. И, возможно, где-то и в том сезоне как раз не хватило такого лидера. Он сказал «Авангарда», чтобы пройти в Салават Юлаев. Дмитрий Левин спрашивает про игру Акбарса. Дмитрий Левину большой привет в Акбарс. А что он спрашивает про игру Акбарса? Начали плохо, потом был скандал. Даже что-то там рассказывали из раздевалки друг на друга. Белядинов игроки там посылали друг друга. А сейчас просто хорошо играют. Ну, когда посылают друг друга в раздевалке, это рабочий момент. Главное, чтобы не посылали, это вне раздевалки. Это самое главное. Партнеры хорошие, в хорошем смысле слова, должны спрашивать друг друга за результат. Потому что делают одно большое дело. И если кто-то не выкладывается, или кто-то, ну, я не знаю, просто гадит в команде, ему с него нужно спрашивать. И поэтому я думаю, что в Акбарсе как раз такая ситуация и была. И хорошо сейчас, потому что мы видим, что Акбарс в порядке. Акбарс первое место. Прервали они только вот эту серию своих побед. Проиграли вчера заговорской команде. С теми даже проблем, с которыми столкнулись казанцы и их хоккей, который они показывают. Но это большая заслуга Зевентулы Хайдарча. Белядинова, которого в том году мне говорили, там были очень недовольны результатами. Как играет команда, собирались, возможно, менять тренера. В итоге Белядинов остался, и команда совершенно другой хоккей играет. И плюс проблема с травмированными защитниками. Ярулин, Батыршин, еще назови. Следишь за хоккейом, нет? Ну, Пайгин. Белядинов совершенно спокойно доставал свою молодежь, ставил состав. И молодежь играет здорово. Мухин там. Мусин. Мусин, лидер по игровому времени, здорово заиграл. Захарчук, плюс Черепанов очень неплохо выглядит. Плюс сейчас подписали Элисона и еще одного защитника, Юрдана из Каролины. Постепенно Акбарс превращается в солидную, действительно, команду. Не помню ни одного сезона, чтобы с первых туров Акбарс занимал прочно первой строчкой и там доходил до плей-офф. Все постепенно они набирали форму. Где-то вот за счет того, чтобы были проблемы в обороне, больше уделяли время атаке, чтобы там нападающие Зору помогали. В общем, то, что сделал Белядинов, большие им проблемы, кадровыми проблемами. Ну, респект серьезный. И Акбарс действительно по игре выглядит очень интересно. Это не та команда, которая сейчас строит всю игру от обороны. Очень здорово они действуют для нападения, очень много хороших комбинаций. И в чужой зоне, если раньше там один пас, бросок по воротам, все, и быстро откатились, то сейчас там и карусельки крутят. Хоккей Акбарса в этом сезоне смотрится. Там Захарчук лучший по блокированным броскам. Человек попадает с шайба мизинец, ломает его, он продолжает играть и опять бросается под шайбой. Это говорит о хорошем внутреннем коллективе, то, что ребята заряжены на игру. Это удивляет от Белядинова то, что комбинат? Только, наверное, дурак не учится и не перестраивается. Поэтому Зелунтулах и Айдар, это тренер с большим опытом и, наверное, прекрасно понимает то, что в какой хоккей играл Акбарс. До этого какие-то отзывы вызывали, и сейчас то, что команда перестраивается играть по-другому, да нет, это неудивительно. Это, наверное, нормально, просто какие результаты сейчас показывает Акбарс, вот это может быть удивительно. Все-таки, что там 8 побед подряд с травмированными игроками, так что вот это может быть удивительно. Зак Юэнь, первый китаец, убравший очков КХЛ. Что скажешь и когда уже в каждой команде будет по-китайскому легионер? Зака надо поздравить, большой шаг он сделал, да, аплодисменты ему. Когда будет по-китайскому игроку, ну, я думаю, лет через 40, наверное, когда весь китайский рынок оккупирует все наши хоккейные команды, которые в Москве находятся, там спонсоры будут все китайские. Вот только тогда у нас появится в каждой команде по легионеру точно. Локомотив Растор контракт с Хёрсом, перешел теперь он в СКА. Есть объективные причины, почему у него не получилось в Ярославле и получится ли в СКА? В СКА, я думаю, получится так же, как получалось у него в Сибири. В этих командах он был нужен для чего? Во-первых, для розыгрыша большинства. Хёрсли очень плотный, мощный и, главное, прицельный, точный бросок, если я сам с этим столкнулся. И он будет использоваться именно в этой роли, он будет очень хорошо подключаться, он будет не бояться ошибиться где-то на чужой синей линии, что ему, само собой, не позволяли делать Локомотив. Потому что Локомотив, опять же, это та команда, которая, там, затягнется на все рубашки, пюшончик сверху, ну, еще, если вы видите, там покрывальцы наденутся, чтобы вот в оборонке сыграть как можно надежнее. Главное, не пропустить, а забить, ну, если получится, замечательно, нет, ну, ладно. Команды немного разные, поэтому, чёрт ли, я уверен, получится в СКА намного лучше. Куда им игроков девать? Ну, здесь другой вопрос. В лиге было бы самой, наверное, лучше бы, если те игроки, которые просто играют в четвертом звенье, играют мало, а играли бы за другие команды в первых звеньях, просто бы те и развивались, но... Сегодняшний день рождения у Жан-Клода Ван Дамма. Да, я знаю, мы сегодня утром созванивались. А, ну, как они делают? Говорят, не очень, там, когда вот реклама была, там, паха потянул, говорят, пока на больничном. Ну, у вас как раз что общего объединяет, как раз, наверное, шпагат? Ну, у меня чуть получше шпагат, конечно, но... Знаешь, это, да, картинку, где Чак Норрис Ван Даммом снег убирает? То есть теперь надо вместо Ван Дамма... Это вот такие ты картинки смотришь, да? Я в такие вот картинки не верю. Кто из ротарей для тебя стал открытием в начале сезона? Открытием я бы выделил Алексея Красникова. Раз. Почему выделил? Во-первых, по игре бы его выделил, а во-вторых, опять же, летом и в конце того сезона я говорил, что это ротарь, который уже готов играть на этом уровне. И я очень рад, что мои слова просто подтвердились. И Красников играет очень здорово. Первый сезон, там, за 95 коэффициент рожженных бросков. Но это сумасшедший показатель для вратаря, который только вот появился, можно сказать, появился в кондитальной хоккейной лиге. И сейчас травмирован Салак до конца сезона. Порвал он крестообразные связки, поэтому, конечно, это восстановление минимум полгода. В этом сезоне вряд ли Салак появится, поэтому и у Красникова появится возможность играть больше. Ну и, конечно, это логично, то, что Сибирь сейчас ищет легионера, вратаря топ-уровня, потому что Красиков достаточно молод и длинный отрезок, ему будет тяжело быть основным вратарем. Поэтому, конечно же, должен быть опытный уже дядька, который будет играть большее количество матчей. И Красиков, самое главное, что Красиков всегда рядом и подстрахует его, и покажет себя. Ну, не будет такого, что позовут легионера, и он будет все матчи практически стоять? Я надеюсь, что нет, потому что Красиков доказал, что он в порядке, что он может тащить команду, то, что он может набирать очки, он может выигрывать с командой. Я надеюсь, что это прекрасно видят и в Новосибирске, и в тренерских штабах руководства, тем более наш российский вратарь молодой. Вот тебе большая перспектива на будущее, то, что у тебя все время будет классный вратарь. Наш, российский. Из тех, кого не причисляют с колоритом, кто может выстрелить в этом сезоне? Из команд? Да. Ну, мы ждали от Минского Динамо, они не выстреливают, они играют, наверное, в свою силу. Ну, от Северстали можно было ждать проваливания начала сезона. Сейчас команда выправляет ситуацию, и так по игре это выглядит достаточно неплохо. Ну, это очень здорово, то, что некоторые руководители умеют ждать, умеют ждать. Новый тренер, подождали, команда заиграла, и сейчас Гулявцеву, если бы вначале там шпиняли, как бы Кровец пришел, то это там, все-таки Разина, а Кой один, и вот Гулявцеву, зачем он сюда пришел. В итоге сейчас команда играет здорово, и все шансы попасть в полуофф. Сколько будут еще ждать от Разина? Я и в последнее время, так получилось, очень много работал на матчах автомобилиста. Причина очевидная. Во-первых, небольшая скамейка. Автомобилист очень энергозатратно играет в активный хоккей, в чужой зоне, прессингует постоянно. То есть для этого нужна лавка, такая же, как, допустим, у ЦСКА, чтобы играть постоянно в каждом матче в активный хоккей. Где-то немного силенок им не хватило. Команда играет хорошо, создает моменты, но не забивает. Там раз не забили, два не забили. Одна игра проиграна, вторая игра проигранная. Психологическое давление со стороны болельщиков, руководства, самих для себя. Ну, смотри, там Симаков дважды в пустые ворота не попадает. Симаков в порядке, на мастерюгу, вот ему сейчас выйдет на тренировку, чтобы он совершенно без психологического груза какой-то. Он там клюшку перенет, черен, там, забьет. А здесь в пустые ворота не попадает, а это важная шайма, которая могла бы приносить результат команде. Поэтому сколько будут ждать? Ну, я бы подождал, получается, за 11 игр, там, 10 поражений. Ну, конечно, это много. Это, наверное, надо очень сильное такое волевое качество, чтобы просто сидеть, терпеть, терпеть, терпеть. Но рано или поздно, я думаю, что Автобилис выйдет из этой ситуации. Интересные были слова Разин, потому что, если думать, меня там сплавляет, никто не сплавляет. Я с ребятами тоже разговаривал, я думаю, никто не сплавляет. Да, Андрей Разин своеобразный человек, своеобразный тренер. По-разному себя ведет в плане общения, может быть, с игроками. Для чего тренера там сплавлять? Во-первых, он многих туда пригласил. Многие играли в высшей хоккейной лиге. Сейчас они играют в конституционной хоккейной лиге. И играют неплохо. То есть, если сейчас они Разина сплавят, придет другой тренер. Так их могут вообще всех вышвырнуть оттуда, которые так пришли из высшей лиги. Надо ее все равно выбираться. Рано или поздно ее надо выбираться. Иначе так может до конца сезона дойти. Потому что потом говорить, блин, на нас так вот, там, на 15-й игре в сезоне так нас надавило, то, что мы до сих пор вот не можем аклематься. Не знаю, поехать, быть в бар, сесть, посидеть, развеяться, именно поговорить по-мужски. Это нормальное явление. А вы так в Корее поступали? Были такие случаи. Вот на сайте Свартаком у нас была там серия поражений. И вот опять же, или тоже играли неплохо вроде бы, ну, проигрывали. Мы приехали, по-моему, в Донецк. Тогда играла с Донбассом. Ну, там тренер был, тоже Андрей Михайлович Сидоренко. Ну, он тоже такой, прям, правильный, так нельзя там собрание посмотреть. А мы приехали вечером, вот, тренировку, не пошли на тренировку, говорим, нам нужно время, мы хотим пойти вот в бар, сесть, посидеть, поговорить. В итоге пошли, действительно, ну, скрипя сердцем, прям видно было, у него там скулы прям такие напряженные, ну, типа, ладно, там, доверяю вам, идите. Посидели хорошо, поговорили, друг друга спросили, посмотрели друг в друга в глаза. На следующий игру вышли, выиграли. Мы 1-0 по Бабулитам, но мы ее выиграли все равно. Выиграли и дальше, после этого там тоже какие-то там победы были. Но просто Спартак был не настолько тогда, может быть, хорош, что в плане состава не было и возможностей. И поэтому трудно было рассчитывать, потому что если мы в баре посидели, мы, ну, попали сразу в плу-офф, во всех обыграли. В баре чем расслаблялись? Чего? В баре чем расслаблялись? Ну, там коктейли его разные, молочные были. Как-то по-детски. Да там все понятно, но что ты спрашиваешь, что же, как это? Я же тебе хочу. У нас ведь нормальная передача. Как ты относишься к отставке в Спартаке? Мы с тобой разговаривали, даже радовались. Как раз ты сказал про стабильность, и вот она, нестабильность Спартака. Команда какой год сейчас существует после того, как ее не было? Второй. Второй, только начал второго сезона. Тот сезон Герман Титов провел, и команды, очень многие были довольны, как команда играет на падение. Вау, российский хоккей, советский хоккей. И как приятно ходить на эти игры, смотреть. А это действительно было во многих играх. Когда Спартак привлекал свое внимание, вот такой бесшабашный, интересный, игрой в нападение, там забивали сумасшедшие шайбы. Команда плов не попала. Сейчас, что поменяли игроков. Поменяли, вот как я уже и говорил, то, что поменяли, наверное, не самих игроков, а просто фамилии, майки другие фамилии одели. А игроки примерно те же. То есть какого-то серьезного усиления у команды нет. Но и при этом все ждут результата, уж команда «Спартак» будет в пятерке. Да и нет, она не будет в пятерке. Во-первых, тех игроков, которые еще в том сезоне собирали, как собирали, там, нашли где-то там и скаут, которых отдали, собрали, подобрали. Не тех, которых прям сильно хочется. Там по финансированию тоже есть проблема. Поэтому я считаю, что Герман Титова просто не дали до конца доработать. Потому что подписываешь контракт, вот тебе три года строить команду свою. Построишь, не построишь команду, ну все, будем спрашивать результат. По крайней мере, это не в этом сезоне должно было произойти, потому что и сейчас «Спартак» порой, время от времени, показывал хорошую, качественную игру. И если вспомнить, сколько матчей «Спартак» проигрывал, вытягивал, выиграл, это очень важно. Значит, тренерский штаб, по-моему, с Титовым, команду держит, команда боевая. Я считаю, что Титова убрали рано, и вообще, раз такая ситуация пошла, то все должны нести ответственность за этот результат. И генеральный менеджер, который выбирал тренера, подбирал команду так же с Титовым. «Спартак» не чужая команда, я свяжу, и, конечно, хотел, чтобы «Спартак» и в плей-офф попал, и, ну, может быть, и выиграл Кубу Гагарина. Ничего себе! Ну, а почему я не могу этого хотеть? Я, может быть, хочу, чтобы я Амур Кубу Гагарина выигрывал. Так кто, Амур или «Спартак»? Ну, пусть в один год Амур, в другой год «Спартак». Третий «Атлант». Ну, дай бог ему вернуться, на самом деле. Была такая-то инсайдерская, нобелевская информация? Нет, нобелевская у него пускай своя, у него там, у меня своя. Ну, была, действительно, и сейчас возможность, что «Атлант» вернется, она есть. Ну, в последнее время просто этих разговоров стало меньше. Когда у меня это была информация, то есть, ну, достаточно серьезными людьми я разговаривал, когда-то, что будут прикладываться все силы, чтобы вернуть хоккей в «Матищ». Ну, об этом речь, что «Хоккей в «Матищ»» вернуть. Посмотрим, какой хоккей будет в «Матищ». Как я кричал «Борисов, тащи!» Это когда я пропускал? Нет. Когда ты ловил. Я думаю, кто-то ему все время кричит. Ну, сегодня наша прекрасная передача, которая, как называется? «Вратарский блин». Подошла к концу. Так что, смотрите передачу «Вратарский блин» на YouTube, правильно? Да. «Все хоккей». «Все хоккей». Пишите вопросы, задавайте свои вопросы, будем на них здесь отвечать. Так что, «Все хоккей». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!